После открытия яс-лесада у поселка Учонки старшиня облаканка Майгеннать Соловей отказал на питание журналистов. У приватности керавник региона протягнул тему удовнительства социально-значных объектов. В текущем году мы около 12 таких объектов ведем. Это немаленький объем, я вам скажу, особенно для социальной сферы. Это такой глобальный, конечно, строительство школы в 21 микрорайоне мы однозначно в текущем году планируем. Я уже не говорю то, что мы откроем и такие объекты, как и спортивные сферы. Это, в частности, строительство идет, реконструкция наших двух бассейнов. Мы планируем в июле и в августе открыть. И, конечно, рассматривая вопрос о целом Гомеле, конечно, это открытие поликлиники, которую мы планируем открыть в конце июля месяца. И еще одно питание течется о ситуации вокруг Мазырского центра для инвалидов Веселка. Мясовые улады приняли решение о переводе его наведленников в инший будинок, с чем не согласны батьки молодых людей с обмежованными физическими макшимостями. Мы эту тему обсуждали, сейчас она находится на контроле у меня. Я на текущей неделе, как только все будут материалы и аспекты отработаны, мы встретимся с родителями и обсудим. Однозначно то, что «Радуга» будет в своем направлении так работать, все это мы обсудим с родителями и дадим все ответы на данные вопросы. Процессы встречи в Мазыре. Тема, которая сегодня хвалюет каждого – профилактика и лечение хворых на коронавирус. В последний час у этого на керунку сделано шмат, что позволяет оперативно реагировать на любую ситуацию. Профилактика – это не только со стороны медицинских работников, но и нас с вами. Мы сегодня должны обезопасить себя и соблюдать везде эпидемный режим. Что касается самой диагностики, мы акцентируем на это внимание. Вы сами знаете, что у нас в области буквально два с половиной месяца назад было только две лаборатории, сегодня девять. И мы, если раньше проводили 50 исследований, то сейчас 1820. И то, что сегодня мы обеспечены полностью тестами для ПЦРа, сегодняшний день 15 тысяч у нас есть тестов. Причинские они колеблются, даже за вчерашний день мы 557 их для себя доставлено было с Минска. Что касается целой сферы здравоохранения, наши медики активно работают в этом направлении и справляются в своих задачах. Но самое главное, чтобы им не мешали. Завершение сяобы и харчовая беспека – еще одна тема, которая хвалюет журналистов. Геннадь Соловей не утоевает. В некоторых районах были недопросовки, але в целом ничего надзвичайного не сдарилось. В текущем году мы увидели, что есть у нас ветряные буры. И очень сильно нас повлияло, конечно, это заморозки весенние. В текущем году мы 21 тысячу гектар были подвержены гибели. Мы активно сейчас пересеваем. Все посевы от зимы, это 3,5 тысячи мы их убираем на корм, сложим, корма заготовим. И, конечно, пересеем однолетними. Чистские работы наши завершаются. И наши дружники села справляются с зимой. Что касается основной фазы, посевную мы ее завершили. Но приступаем сейчас, конечно, к заготовке кормов. Наша задача – заготовить не менее 10 центнеров кормов. Конечно, мы ставим задачу с наших травяных. И, конечно, расширение посевов трав многолетних, в первую очередь, люцерных, бобовых, для того, чтобы обеспечить дешевым белком нашего животноводства. Продолжение следует...